Привет, ребята, я Шми. Добро пожаловать на мой канал. Сегодня мы находимся в центре BMW в Мюнхене, где они только что представили их новую BMW M8 Competition. Я хочу объявить о том, что я собираюсь купить одну из таких машин. Это было долгое время секретом, но сегодня мы находимся в их штаб-квартире. И здесь представлены M8 Competition Coupé, M8 Competition Cabriolet и даже M850i Grand Coupé. Так что это моя первая возможность так близко встретиться с будущим Шми-мобилем. В прошлом году я ездил на M5, так что сейчас я хочу узнать больше деталей. Давайте же изучим новую M8 Competition. Представленная здесь машина покрашена в глянцевый цвет Frozen Marina Bay Blue и смотрится она просто невероятно. Восьмая серия от BMW вернулась. В этой серии у них представлены M850i, 840d и все мы так ждали эту новую M8. И наконец-то это свершилось. Эта модель M8 Competition представлена как в кузове Coupé, так и в кузове Roadster. Также есть и обычная M8, но в основном они рекламировали именно Competition. Так что мы сфокусируемся именно на этой машине и посмотрим на переднюю ее часть. Она низкая, широкая, смотрится впечатляюще и мощно. Смотрится как серьезная часть дизайна. И мне очень понравился опыт езды на M850i. Но эта машина совсем другая. Здесь есть много особенностей от M5 Competition. Например, MX Drive с подключаемым полным приводом. Можно выставить также задний привод. Здесь установлен турбированный двигатель V8 объемом 4,4 литра, который выдает 625 лошадиных сил и 750 ньютон-метров момента. Посмотрите, эмблема M8 Competition. Появились новые карбоновые детали, например, этот небольшой спойлер. Сзади тоже присутствует агрессия. Двойные трубы диаметром 100 миллиметров каждая. Позади карбонового диффузора громкая выхлопная система. Да это же смотрится невероятно. Именно этот цвет просто космос. Так, берем ключ. Сейчас мы посмотрим, что же там внутри. Здесь есть пару вещей, которые можно обсудить. И я сразу хочу подчеркнуть одну из них. Это новый режим M. Мы поговорим о нем и его настройках, когда сядем в салон. Здесь также остались режимы M1, M2. Но здесь можно еще кое-что регулировать, включая этот помощник при торможении. Его можно переключать между комфортным и спортивными режимами. Так что в этой машине достаточно нового. Скоро мы на это посмотрим в деталях. А так, если обойти машину, то она смотрится уж очень красиво. Я очень впечатлен. Я думаю, многие из вас ждали ее появления. Когда вышла M850i, то многие люди думали, что это и есть новая M8. Но нет, эта машина, которую все так ждали, представлена именно в таком виде прямо на этом мероприятии BMW. Если поговорить более детально об этой машине, то стоит задуматься, что новая 8 серия – это по сути наследник предыдущей BMW 6 серии. Просто выросла цифра, теперь она не 6, а 8. Также появился дополнительный уровень роскошности, но при этом она позиционируется именно как спортивная машина. Эта 8 серия получила значок M. Это то, чего мы все ждали. BMW M8. Я уже не могу дождаться, но некоторые, наверное, думают, что это наследник предыдущей M6. На самом деле пропорции сильно изменились. Она чуть короче, ниже и в конце концов шире. И результатом всего этого стало то, на что мы сейчас и смотрим. Здесь так много всего с точки зрения спортивности и пропорций в целом. Если мы поговорим о дизайне, то вы, наверное, помните, что когда они выпустили 8 серию, она получила новую решетку радиатора. Очень узкие и широко расставленные ребра. По центру они соединяются, а по бокам самые узкие фары, которые они когда-либо ставили. В данном случае это фары BMW Laser. Если мы спустимся ниже... Кстати, здесь очень много проходит воздуха. Они изменили бампер. Теперь еще больше воздуха проходит через машину. Все эти отверстия очень большие. Их так много. Видно новые карбоновые детали. А в самом низу карбоновый диффузор. Он в первую очередь нужен для того, чтобы прижать переднюю часть машины к земле. Если мы подойдем сбоку, то здесь у нас, конечно же, керамические тормоза, золотистые суппорты. Более того, здесь есть помощь при торможении. Можно настраивать чувствительность педали тормоза через настройки. BMW внедрила это впервые. И мне очень любопытно посмотреть, как она работает. Я протестирую ее, когда проедусь на ней. Здесь стоят диски 20 дюймов в таком жемчужном тоне и стиле. Спереди и сзади все совпадает. Здесь стоят шины Pilot Sport 4S. Если мы пройдем дальше, то увидим карбоновую крышу. Карбон у боковых зеркал. Кстати, он плавно переходит в сам кузов. Вот такая вот пологая крыша. Машина очень эффектная. Задняя часть машины особенно подчеркивает ширину кузова. Это делает ее более заниженной. Также здесь появился крошечный карбоновый спойлер прямо на багажнике. Эмблема М8. По бокам задние фонари в 3D-дизайне. В задней части, как мы видели ранее, карбоновые детали, выхлопные трубы. Две с каждой стороны. Там внизу есть еще продолжение этого диффузора. По кругу есть все различные формы. Это делает ее спортивной, агрессивной. Также это улучшает аэродинамику. Единственное, о чем я не сказал, так это об этом отверстии перед передними арками. Это позволяет воздуху из арок проходить через него и обтекать боковую часть машины. В общем, ему есть куда деваться. Давайте откроем машину. Я хочу показать вам двигатель. Дергаем два раза. Обходим. И сейчас я покажу вам, что же там находится. Просто поднимаем его. BMW M4,4 литра Twin Turbo V8. 625 сил, 750 ньютон-метров момента. Все это вместе с восьмиступенчатой коробкой передач. И по сути, передний привод подключается через муфту, так что технически это больше задний привод. Но когда теряется управление, она перекидывает момент на переднюю ось, чтобы выровнять машину. Не стоит забывать и про эти тормоза. Так от 0 до 100 км в час машина едет 3,2 секунды. Здесь реализована куча компьютерных настроек, которые делают это возможным. Она весит 1885 килограмм. Не самая легкая машина, но смотрится она здорово. Сейчас я подойду и закрою капот. Здесь две опоры. Нужно хорошо так нажать. Какой же цвет. Frozen Marina Bay Blue. Мы уже как-то видели этот цвет на М5. А теперь они представили этот глянцевый цвет и на М8. Я хочу вам быстро показать другие модели, которые здесь есть. Например, М8 Competition Cabriolet. Она тоже смотрится очень красиво. Складная крыша. Она прячется сзади. Ей можно управлять, если вы едете не больше 50 км в час. Внутри видно чуть больше деталей. Здесь очень много тонкостей. Кстати, салон более наглядный, когда нет крыши. Вся иллюминация, эти прострочки на рулевом колесе. Такие же и на селекторе коробки передач. Красная кнопка, режимы M1, M2, Stop Start. Рядом остальное управление. Мы изучим его чуть подробнее. Также здесь расположилась эмблема M8 Competition по центру консоли. Такая же эмблема M8 подсвечивается и на подголовнике. А это отверстие для вентиляции. Машина очень хорошо оборудована. В плане технологий, систем безопасности, помощи. Ну и, конечно же, смотрится она просто отлично. Особенно без крыши. Хотелось бы на ней покататься. Если мы пройдем в другую сторону, то здесь стоит M850 Grand Coupe. И можно было с уверенностью предположить, что после этой машины появится M8 и M8 Competition. Посмотрите на переднюю часть этой машины. Бампер M850. Видно, как он отличается от того, что стоит у M8. Но машина очень похожа на шестую серию Grand Coupe. Но изменилась линия крыши. Раньше она была более ступенчатой, напоминала седан. А сейчас это смотрится как хэтчбэк. Но здесь также есть отдельный багажник и заднее стекло. Она смотрится очень изящно. Но больше всего меня удивило количество места сзади. Здесь очень много места для ног. У этой версии 530 сила двигателя 4,4 литра V8. И когда вы получаете такую машину, у которой почти 600 лошадиных сил, то это определенно очень эпично. Сейчас мы оставим эту машину, найдем нашу и заценим интерьер и то, как работают все системы в новой M8. Я спустился на этаж ниже, где есть еще больше машин, на которые можно посмотреть. Но сейчас пришло время заценить новые особенности интерьера. Это M8. Эта машина точно такая же, как мы и рассматривали этажом выше. Цвет такой же завораживающий. Я вроде бы забыл сказать, что эти диски идут только на модели Competition. На обычной M8 идут уже другие диски. И то же самое с интерьером, как мы видели вверху. Такой интерьер только у версии M8 Competition. Здесь двойная расцветка. Черная и оранжевая кожа. Если у вас добавлена эта опция, то добавляется алькантара по бокам сидений и на центральной консоли, а также вокруг приборной панели. Это единственная комплектация интерьера, в которой есть алькантара. Здесь на стенде очень яркий свет. Но позвольте мне быстро сесть внутрь, чтобы показать вам некоторые особенности. Здесь их много. Но для начала здесь есть эти кнопки. M-Mode, Setup. Перед тем, как в них разобраться, давайте вспомним интерьер восьмой серии. Приборная панель, цифровой дисплей 12 дюймов, цифровой спидометр слева, тахометр справа. Можно изменять ее внешний вид. А по центру экран с тачскрином 10 дюймов, с самым новым программным обеспечением от BMW. Здесь есть всякие вкладки, можно листать, переходить по различным дисплеям, ну и настраивать рабочее поле так, как вы хотите. Навигация, мультимедиа, различные настройки. По центру, вы наверное заметили, стоит другой селектор коробки передач, нежели в предыдущей восьмой серии, где он был блестящий и вроде бы хромовый. Здесь же стоит более традиционный кожаный селектор с прострочкой и вышивкой M. Есть кнопка выбора режима движения, можно менять ощущения от поездки, свирепость и агрессивность восьмиступенчатой коробки. Так, эти две кнопки. Стоит подумать. M-Mode настраивает все системы в целом под конкретный стиль вашей езды. Это может быть, например, режимы Race Driver. Setup – это то, что вы настраиваете перед своей поездкой. M-Mode – это то, что вы нажимаете уже в поездке. Если мы нажмем Setup, то можно настроить все системы под конкретный стиль, используя шайбу. Ну или жестом. Здесь же есть управление жестами, можно прибавлять или убавлять громкость. Все тут современное. Так, двигатель, подвеска, управление, тормоза, а также MX Drive. Можно понажимать и настроить все так, как вам угодно. Если вам нужен доступ к MX Drive, вам нужно перейти в Traction Control, нужно нажать и удерживать, чтобы отключить стабилизацию. Теперь можно выбрать, какой привод вам нужен. Полный, полный спортивный или задний. Так что можно все выбрать, настроить и отправиться в путь. Сейчас я верну все назад. Я думаю, вы поняли, как это работает. Так, режим M. Давайте я нажму его, и вы все поймете. Здесь располагаются режимы Road, Sport и Track. Кстати, Track доступен только в версии Competition. В обычной M-серии нет режима Track. Road и Sport изменяют некоторые вещи. Вы можете заметить это по приборной панели. Это нормальный режим Road, а это режим Sport. Все стало более гоночным. Справа краткий обзор ваших настроек. Также можно переключаться по разным дисплеям. Или вообще погасить это пространство. А на этих вкладках видно различную информацию. Видно, что вообще происходит. Сила G, мультимедиа. Вернемся к нашим настройкам. А теперь переходим в режим Track. Зажимаем кнопку, включаем трек. Он отключает абсолютно все. Вы сами по себе. Но интересно то, что когда вы его включаете, дисплей гаснет. Заглушается музыка. Что делают машину уж точно гоночной. То есть нужно зажать клавишу M, чтобы перейти в трек. Можно воздействовать на всю машину путем нажатия всего одной клавиши. Я считаю это здорово. Нажимаем еще раз и возвращаемся назад. Система сама переходит назад в нормальный режим. На руле также остались клавиши M1 и M2. До них можно достать пальцем. Они настраиваются заранее. Если у вас есть настройки, можно легко на них перейти. Выбрать любой из двух. Сейчас я вам быстро покажу, как это работает. Возможно, надо нажать второй раз, чтобы подтвердить, потому что ESP выключено. А вот здесь видно, как настроена эта машина. Задний привод. Управление. Тормоза. Не особенно интересны тормоза. Комфорт. Спорт режим. По сути, будет меняться ощущение педали тормоза или давление в самой тормозной системе. Ощущение точно изменится. Комфортный больше подходит для долгих поездок. Спортивный больше для резких маневров. То есть педаль тормоза будет уже сильнее и быстрее реагировать на ваше нажатие. Я очень заинтригован в том, как это работает. Давайте еще раз в целом осмотримся. Подрулевые лепестки. Адаптивный круиз-контроль. Настройки. Управление мультимедией. Управление светом. Здесь кнопка включения габаритного огня. Память сидений. Звуковая система. Подсвеченная надпись M8 Competition на этом пороге. Регулировка сидений. Поддержка поясницы. Массажер. Много всего. Подставка под левую ногу с эмблемой M. На центральной консоли у нас климат-контроль. Горячие клавиши для перехода в различные меню. А этот бардачок легко открывается. Здесь подстаканники, USB-порты, беспроводная зарядка, традиционные розетки 12 вольт. Ну а здесь есть все привычные нам кнопки. Например, камера, помощь при парковке. Кстати, здесь есть парковочный ассистент. Красная кнопка Stop Start двигателя. Управление выхлопом. Электронный ручник. Ну и пару клавиш для мультимедии. Кнопка P для перевода в режим паркинг, подлокотник и USB-порт, розетка 12 вольт и резиновая подкладка, чтобы ваши вещи не скользили. Как и в любой BMW, вся центральная панель направлена на водителя. Это подчеркивает то, для чего нужна эта машина. Сзади тоже есть сидения, но я бы сказал, что эти места где-то на троечку. Места для ног совсем мало. Не самое просторное место. Возможно, маленькие люди вместятся сюда, а вот высокие, я думаю, будут ехать там лишь небольшие расстояния. Кстати, видимость хорошая. Посмотрите на это заднее стекло. Оно очень необычное и мелкое. Точно такое же и с боковыми стеклами. Мне нравится это безрамочное зеркало заднего вида. А еще мне нравится этот светильник. Именно сам дизайн подсветки. Так, я уже тут спарился. Кстати, это управление окнами. В общем, эта машина смотрится очень здорово. А особенно мне нравятся ремни безопасности с линии в стиле М. Вроде бы такая мелочь. Я думаю, все детали вписались очень кстати. Их немного. Машина выглядит так еще лучше. Ах да, кстати. Это же все-таки Гранд Турьер. Давайте откроем багажник. Тут у нас очень интересная форма, конечно. Но зато сам багажник уходит далеко вглубь салона. Здесь есть даже рычаги, чтобы сложить задние сидения в соотношении 50 на 50. Небольшое отделение под вещи. Здесь аптечка, инструменты. Очень широкий, конечно, багажник. Сюда можно положить что-то габаритное. Так, закрываем его. Так или иначе, это был первый взгляд на новое поколение БМВ. БМВ М8 Компетишн. М8 – это мой будущий ШМИ-мобиль. Я не могу рассказать вам все детали. Какая будет версия, когда придет машина. Я донесу до вас эту информацию совсем скоро. Я очень заинтригован. Я долго веселился с М5, когда ездил на ней. Я проехал на ней много миль. Я уже делал тест-драйв М850i, но все это время я ждал, пока придет эта машина. И вот, наконец-то, БМВ представили М8 с пакетом Компетишн. Очень захватывает. Я надеюсь, вам понравился первый взгляд на нашу первую возможность изучить и посмотреть на ее детали. Это все на сегодня. Спасибо вам большое, ребята, за поддержку. Подписывайтесь. Приключения продолжаются вместе с моим М8 в будущем. Это все на сегодня. Скоро увидимся. Удачи! Че-е-е-е!